Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте! Весна даёт знать, что скоро вступят в свои права. Льдами, плывущими по Припяти, сорвало с причала плавучий бар в Мозыре. Во время спасательной операции сотрудники МЧС сняли с терпящей бедствия баржи трёх человек. В субботу около восьми утра мозырским спасателям поступило сообщение о том, что плавучий бар в Парке Победы оторвало от берега и понесло по течению реки. По прибытии спасателей к месту вызова выяснилось, что на расстоянии около 15 метров от берега находится баржа. Один из удерживающих тросов судна оборван, не исключена вероятность обрыва второго. На барже находились три человека – официант и двое мужчин. Спасатели эвакуировали мужчин на берег, после чего провели работы по пришвартовке и закреплению баржи к берегу. Пострадавших нет. Плавучее кафе достаточно больших размеров 10 на 35 метров с плавающим понтоном. Чтобы пришвартовать плывущего беглеца к берегу, понадобилось привлечение мощной спецтехники. Помощь спасателей в эти выходные понадобилась не только на воде, но и на суше. В Гомеле в результате ДТП в салоне такси был заблокирован пассажир. Авария произошла в воскресенье около половины десятого утра. По предварительной информации, водитель такси 1979 года рождения не учёл дорожные условия и не справился с управлением на автомобиле Рено. Перед путепроводом на улице Полеска его машину вынесло навстречу прямо под троллейбус. В результате дорожно-транспортного происшествия в такси оказалась зажата пассажирка 1990 года рождения. Водителю удалось выбраться самостоятельно. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали и передали работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми женщина была доставлена в медицинское учреждение. В троллейбусе на момент ДТП находились 34 пассажира и водитель. Никто не пострадал. Водитель такси, а также девушка-пассажир после госпитализации и оказания медицинской помощи были выписаны для лечения на дому. А вот двум парням, которые в минувшую пятницу находились на веселе, некуда было деть свою хмельную удоль. На одной из стоянок на их пути повстречали сразу несколько стареньких «Жигулей». Малолитражки советского автопрома, стоявший у 80-го дома Парижскому проспекту не повезло больше остальных. Хулиганы разбили в ней стекла. Хозяин машины подал заявление в милицию. Сотрудниками отдела уголовного розыска советского рода и города Гомеля в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей областного центра, ранее не судимых, 92-94 годов рождения. Предварительно установлено, что возвращаясь из увеселительного заведения в центре города, они совершили хулиганские действия в отношении транспортного средства, при этом находились в состоянии алкогольного опьянения. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.